Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Строительство школы безопасность. Министерство образования отчиталось перед парламентом. В Ульяновске открылся межрегиональный географический фестиваль «Фрегат Паллада». Парк Победы уже сейчас готовится к следующей зиме. В регионе прошел Большой педагогический совет по чтению. Строительство школ и безопасность. Министерство образования отчиталось перед парламентом. Сегодня депутаты Законодательного собрания Ульяновской области выслушали доклады министра образования и науки. Что успели сделать в этой сфере? Подробности в нашем материале. Отчитались перед парламентариями и ответили на каверзные вопросы депутатов. На заседании Комитета по социальной политике был заслушан отчет о результатах деятельности за 2018 год регионального министерства образования и науки. Возглавляющий Минобор Наталья Семенова представила развернутый итоговый анализ по всем направлениям деятельности ведомства. Большое внимание в 2018 году уделялось поддержке и развитию дошкольного образования. Благодаря открытию новых детских садов и групп в уже действующих садиках Ульянска, Демторограда и Троицкого Сунгура удалось создать более тысячи дополнительных мест для дошкольников. Продолжается работа по обеспечению безопасности детей. В образовательных учреждениях за прошлый год было установлено около трех сотен систем видеонаблюдения, 17 турникетов и 50 кнопок экстренного вызова. На все антитеррористические меры было выделено более 50 миллионов рублей. Продолжается строительство новых школ, рассчитанных на тысячи учеников. Продолжается строительство общеобразовательной организации в микрорайоне «Искра» на 1100 мест. И первый, и второй объект строятся по федеральной программе. Соответственно, нам удалось привлечь достаточно серьезные средства. Положительных известий из сферы образования предостаточно, но есть и до сих пор нерешенные проблемы. К примеру, депутатов заинтересовал вопрос с опрошенным зданием 43-й школы на улице Севастопольской. «Подготовлены на сегодняшний день документы для того, чтобы имущественные комплексы земли передали в муниципальную собственность. Это первый шаг. Второй документ, как мне подтверждает город Ульяновск, находится сейчас в городском комитете по имуществу». По заверению министра, к 2020 году будет готова проектно-сметная документация на ремонт этой школы. Уже в 2021 здание будет готово. К счастью, учебный процесс засвияшки школьников не нарушен. Они посещают учебное заведение, которое находится поблизости. В целом, отчет министра, за исключением пары поправок, был принят. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Завтра, 28 марта, с 17 часов 19 минут до 17 часов 24 минут по местному времени на территории Ульяновской области пройдет ежегодная комплексная техническая проверка системы централизованного оповещения населения. Услышав звуковой сигнал сирен, необходимо включить радиоприемник, настроить его на частоту 89,6 FM или телевизор телеканал «Россия-1» и прослушать специальные сообщения. По окончании передачи тренировочной информации вещание теле- и радиоканал будет автоматически восстановлено в обычном режиме. Населению рекомендовано сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Хаски, кролики и плезиозавр встречали гостей фестиваля «Фрегат Паллада». Старт 9-го межрегионального географического фестиваля состоялся сегодня во Дворце творчества детей и молодежи. Подробности в нашем сюжете. В Ульяновской области 9-й год подряд проходит географический фестиваль «Фрегат Паллада». Во Дворце творчества детей и молодежи с 27 марта по 30 марта будет работать свыше 60 выставочных площадок, которые по славам организаторов посетят 10 тысяч гостей и участников. Фестиваль «Фрегат Паллада» проводится с 2011 года. Организаторами выступают Русское географическое общество и Российский союз молодежи. В этом году фишка фестиваля – расширение количества выставочных площадок, а следовательно и увеличение числа участников. Очень яркое событие. Его ждут школьники, его ждут организаторы, его ждут участники. На мой взгляд, объединяет это событие очень многих людей с совершенно различными интересами, с различными профессиями, но у них есть общий интерес. Это география, это исследование, это путешествие. На трех этажах здания школьники и студенты, родители и дети, учителя и профессора ознакомились с экспедициями, кухнями народов мира, играми, животными и туристическими достопримечательностями по Волжье. Впервые на нашей площадке представлен макет плеозавра Росикуса, который представляет один из первых макетов в серии 3D-реконструкции, которые будут украшать как современное здание музея, так и будущее здание музея. Посмотреть туристические фильмы, фотовыставки, послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах приехали взрослые и дети из разных уголков области. Кроме этого, в Ульяновск прибыли почетные гости из нескольких регионов Российской Федерации. Ими стали участник полярных экспедиций, писатель, режиссер Владимир Стругацкий, директор Музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская. В Ульяновске я первый раз, мне и город интересен, и интересен сам фестиваль, и даже название «Трешниковские чтения», потому что Алексей Федорович Трешников – это наш великий человек, вы считаете его своим земляком, а мы считаем его своим, поскольку его научная жизнь прошла в нашем городе. Кроме всего прочего, у нас есть совместный проект с Крыльевским музеем. Сегодня откроется выставка под названием «Эпоха Трешникова». Я сделал очередной фильм о уроженце этой земли, Алексею Федоровичу Трешникову. Завтра будем его показывать. Это человек, с которым я дружил много лет, и которого называют в России хозяином двух полюсов, потому что он участвовал в крупнейших географических открытиях в Арктике и в Антарктике. В честь знаменитого российского океанолога Алексея Федоровича Трешникова в Педагогическом университете с 28 по 29 марта состоится научно-практическая конференция, на которую приедут гости со всей России, чтобы почтить память академика. Напомним, что все площадки фестиваля будут работать во Дворце творчества детей и молодежи по 30 марта включительно с 10 до 16.00. Вход свободный. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. На дворе весна, однако в Парке Победы готовится к морозам. К морозам на следующую зиму. Новый инвестор, новый каток и детское кафе. В недалекое будущее заглянул наш корреспондент. Несмотря на скорое приближение паркового сезона, который стартует 1 мая, в Ульяновске уже строят планы на следующую зиму. В Парке Победы обустроят новый каток, большой и современный. Площадка размером 30 на 50 метров появится на своем историческом месте. Много лет назад из-за ветхости системы водоснабжения каток заливать перестали. Эти годы каток заливают на танцплощадке, гораздо меньшей по площади. В зимний период каток заливается на этой площадке, с учетом того, что здесь будет каток в полтора-два раза больше, чем предыдущий, по просьбе посетителей парка. Кроме этого, здесь будет установлена хоккейная коробка, будет установлена зимняя горка для катания на тюбингах, будут выполнены работы по ремонту и восстановлению ограждения данной площадки, полностью восстановят уличное освещение данной площадки. Благоустройство старого катка стало возможным благодаря местным жителям. От лица всех посетителей общественный совет парка выступил с инициативой возрождения площадки. По мнению всех посетителей, которые посещают этот каток, я считаю, что нет опасений, что каток будет хуже на новом месте. Он будет еще лучше, больше по размеру каток, где можно будет еще больше принять жителей, чтобы они могли не только с нашего района и с других приезжать к нам кататься. Нашелся и инвестор. В развитие новых площадок предприниматель выложит больше трех миллионов рублей. Деньги пойдут также на строительство детского кафе в виде парохода и благоустройство территории вокруг него. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. В Ульяновске проходит второй большой педагогический совет по чтению. Во дворце творчества детей и молодежи участники собрались, чтобы ответить на главный вопрос – зачем взрослым читать детские книги? А что читают наши дети? Ульяновские родители и учителя выяснили это на педсовете. Аркадий Гайдар, Януш Корчик, Марк Твен, Ханс Кристиан Андерсон – все эти имена известных детских писателей, произведения которых читал каждый из нас. Их рассказы и повести наполнены добротой и гуманностью. Сегодня пришло другое поколение писателей, которые пишут по-новому. Как сориентироваться в современной детской литературе и отобрать все самое лучшее для наших детей, разбирались на педагогическом совете. В нем приняли участие специалисты Российской государственной детской библиотеки, учителя, психологи, представители общественных организаций и духовенства. Сегодня именно такой педагогический совет, на котором мы обсудим, как наше чтение, чтение взрослых влияет на чтение наших детей. Как они относятся к нашим советам и рекомендациям. Прислушиваются ли они к ним. Кто является основными мотиваторами, инициаторами их чтения. Так ли хорошо мы знаем детскую литературу, чтобы о ней рассказать подросткам, чтобы они захотели почитать. Современные дети и подростки – это представители так называемого поколения Z. Они уже не представляют своей жизни без цифровых технологий, а пользоваться интернетом умеют лучше взрослых. Именно для таких мальчишек и девчонок сегодня пишут свои произведения молодые писатели. Не надо никаких долгих завязок, не надо никаких заигрываний в духе «Здравствуй, милый дружок». Достаточно быстро должно начаться действие, экшен, конфликт развиваться. Сейчас уже не в моде длинное описание, потому что дети быстро отвлекаются, быстро устают от этого в большинстве своем. То есть это достаточно динамичное повествование. Современным языком, современным стилем и уже по сравнению с книгами, то, что мы читали в нашем детстве, все изменилось. Еще один немаловажный вопрос, который сейчас остро стоит по всей России – это пополнение фонда в библиотек. Так, при содействии сенатора региона в рамках Совета прошла торжественная акция – дарение 300 экземпляров книги Козлова по следу Ратханитов детским библиотекам 24 муниципальных образований области. Сергей Николаевич Рябухин прислал видеообращение, в котором приветствовал всех участников педсовета и рассказал о значимости данной книги. Я уверен, что она будет настольной книгой многих тысяч наших ульяновцев и выполнен главную миссию – возрождение духовности, нравственности, культуры в нашем народе. Напомним, благодаря участию сенатора в прошлом году 100 комплектов книг ульяновских писателей из серии «Атлантида» уже были переданы в детские библиотеки. В этом году акция дарения продолжится. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток ожидается сильный мокрый снег и гололед. На дорогах прогнозируется образование наката мокрого снега. Пешеходам и водителям рекомендуется быть предельно осторожными. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания.